Баскетбольный паркет Фока Орион Ульяновская область представили юноши 40-го городского лицея. Ее капитан и лидер Вадим Забалдуев стал самым результативным игроком турнира. В шести играх он набрал 188 очков. Это на 30 очков больше, чем ближайший преследователь. Правда, в командном зачете ульяновцы не блистали и в призеры не попали. Не добрались до наград и девушки новоульяновской школы. Они только девятые. Для Новоульяновска очень-очень неплохой результат на Павлове. Юноши выступили в 12-й столе, но и та команда, как юношская, так и женская, они впервые участвуют при Волжском федеральном округе. Поэтому для первого раза, я думаю, очень приличный уровень. Дебютировали в чемпионате юноши кемлянской школы из Мордовии. И их дебют получился очень удачным. Пять побед подряд вывели их в финал, в котором их ждала горячая поддержка болельщиков. Так уж повелось, что новичков, если они в одночасье добиваются большого успеха, любят особенно. Не так вот, чтоб чудо, но готовы были к этому, но удивились, что так высоко поднялись, добрались до финала. В решающем матче Мордовскому форварду противостояла команда «Мощь» из Татарстана. Название своей дружины гости из Казани оправдали полностью. Они были наголову сильнее своих соперников. Играли словно на одном дыхании. Быстрые отрывы, точные трехочковые и даже броски сверху. В итоге 102-70. Мощь завоевывает путевку в суперфинал. Много тренируемся. Три человека играют в студенческой лиге. Я считаю, мы самая сильная команда на турнире. Кроме казанцев и баскетболистов Мордовии, путевку в суперфинал завоевали юноши Нижегородской области. В соревнованиях девушек победили представительницы Башкирии. По прогнозам специалистов, они будут одними из главных претендентов на победу в суперфинале, который пройдет в конце апреля в Перми. Михаил Рассашанский. Новость Ульяновской правды.